Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем наши еженедельные выпуски рубрики «Камчатка. День за днём», рассказывающие о том, как жил наш полуостров в различные годы века-минушина. Эти выпуски основаны на старых документах и не менее старых публикациях газет до советского и советского фильмов. И, Боже, вас сохрани! Не читайте до обеда советские газеты. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Однако сегодняшний еженедельный выпуск будет не еженедельный. Он будет большим по времени, большим по объёму, потому что из-за запаздывания этих выпусков рубрики «Камчатка. День за днём» я отстал на мере. Поэтому сегодня мы узнаем о том, что происходило на нашем полуострове с 6 августа до самого последнего дня, последнего месяца лета, в разные годы века-минушина. Набирайтесь терпения, усаживайтесь поудобнее и слушайте. Кстати, напомню, что «ща» значит «щаранской». Совестливость, рукопожатность, интеллигентность. Лев Натанович Чаранской, генеральный секретарь КПС, креативная партия «Свободы совести», величайший правозащитник всех времён и народов. А мы приступаем к нашим увлекательным, кроеведческим изысканиям. Шестой день августа 1941 года. Только-только началась Великая Отечественная война. Газета «Камчатская правда» сообщает, что колхозники рыболовецких артилей «Октябрь», пионер Запада, 1 мая Большеретского района, проникнули чувством патриотической любви к своей родине, вносят в фонд обороны трудовые средства, чтобы ускорить гибель оголтелого врага. Фашисты. Рыбаки колхоза «Октябрь» пишут газеты. Передали в фонд обороны первой улогу лососёвые рыбы 350 центнеров, а также внесли в двухрелевный заработок. 250 центнеров рыбы и 10 тысяч рублей деньгами внесли колхозы артилей «Пионер Запада». 300 центнеров рыбы сдали в фонд обороны рыбаки колхоза 1 мая. Колхозник села Соболево, Тихон Николаевич Ломанин, полудивший подополнительное платье труда 8 поросят 4 перед фонд обороны. День следующий. Нет, тот же самый день. То же самое 6 августа. Только уже год, 1966 год. Газета «Камчатская правда» сообщает, что Камчатка – седьмая область Российской Федерации, в которой полностью автоматизирована телефонная связь. Такое сообщение, пишет газета, поступит не через 15. А пока в Усть-Камчатске идет монтаж автоматической телефонной станции на 300 абонентных номеров. Монтаж. Ведут работник Петропавловской дирекции радиотрансляционной сети Валерий Владимирович Кузьмин, техник Елизовского узла связи Юрий Арнольдович Менглан, работник Усть-Камчатского узла связи Владимир Иванович Кулаков. «Перед небольшим коллективом специалистов была поставлена ответственная задача», пишет Камчатская правда, «в рекордно короткий срок за два месяца установить АТС». Это задание успешно выполняется. С сводом АТС пусть Камчатская будет завершена автоматизация телефонной связи в нашей области. Кстати, я напомню, что с полными текстами газетных публикаций вы можете познакомиться на моем канале сервиса «Яндекс.Зен». Ссылка на канал находится в описании под роликом. Канал так и называется, как канал моего любви. «Камчатка с Алистанской публикой». А мы продолжаем чтение. 6 августа 1966 года. Газета «Маряк Камчатка» сообщает о лекциях на разные темы. За последнее время на предприятиях и в организациях нашего управления прочитаны лекции на различные темы. «Человек в космическом пространстве» Такова тема лекции инженера технического отдела управления члена общества знания товарища Гусева. С интересной лекцией о международном положении выступил перед работниками управления флота член общества знания товарищ Голобко. «Детская преступность. Ее причины и борьба с миром». Лекцию на эту тему прочла работникам конторы «Дортбол Франс» и «Лиз» товарища Гелина. Работники экспедиционного отряда аварийно-спасательных, судоподъемных и подводно-технических работ с интересом прослушали лекцию товарища Голина о порядке применения льгот на Крайнем Севере, пишет газета «Маляк Камчатки». Прокурор города товарищ Коробов выступил перед рабочей механической мастерской Петропавловского морского порта с лекцией борьба с пьянством и хулиганством. День святой. Седьмой день июля, год 1942-й, газета «Камчатская правда». Сообщает, что домохозяйки Петропавловска продолжают оказывать всемирную помощь фронту, активно участвуя в сборе теплой одежды для героической Красной Армии. Подписываются на билеты денежно-пущевой лотереи. Неоднократно оказывала материальную помощь фронту домохозяйка Анна Емельяновна Супунова, проживающая по набережной улице, дом номер 60. Всякий раз, как только проходит какое-либо общественное мероприятие, направленное на оказание помощи фронту, Анна Емельяновна считает своим долгом участвовать в нем. Помочь фронту пишет «Камчатская правда». Восьмой день, августа, 1937-й год века не вышла. Та же самая главная газета «Полуострова» сообщает, что парашютная вышка готова. Год тому назад, пишет газета, «Петропавловская молодежь предъявила к аэроклубу справедливое требование построить в областном центре парашютную вышку». Требование было предъявлено. Вместе с парком культуры и отдыха, союза рыбников, аэроклуб вскоре приступил к строительству первой на Камчатке-выше. 1 августа текущего года состоялось открытие вышки, сообщила Галена. В присутствии многочисленных зрителей свыше прыгали один за другим начинающие парашютисты. Из 46 прыжков, совершенных в тот день, значительная часть приходится на девушек. Продолжаем наше знакомство с днями минувших лет. 9-й день августа, год 1944. Автор Королюков пишет в «Камчатской праздни», что после капитального ремонта на базе Махавая вступил в эксплуатацию консервный цех. Цех выпускает закусочные рыбные консервы, жареная лосось и навага масля и треска в томате. В цехе работают исключительно женщины. Уже выпущены первые десятки ящиков закусочных консервов. День следующий, 10 августа 1939 года. На обработке рыбы работают 50 домохозяек. Так, озаглавлено сообщение, перенанное в редакцию по телеграфу из Кирчика. По примеру, советажон инженерно-технических работников центральной базы комбината. На первой базе Кирчинского комбината домохозяйки принимают активное участие в выполнении плана путины. «Нарезки и мойки рыбы работают 50 домохозяек», пишет Камчатская правда. «Все они передуполняют норму выработки, помогают вновь прибывшим рабочим осваивать технику обработки рыбы». 11 августа 1956 года. Сообщение исключений. Камчатский облдрамтеатр показал трудящимся рабочего поселка пьесы в добрый час «Летчики и в сиреневом саду». Состоялось девять спектаклей. Зрители горячо одобрили игру артистов. Особенно понравилась зрителям игра артистов. Товарищей Соловьевой, Абазарина, Петеньевой, Казанцева, Абрамова, Локдеонова, Родионова. «На лобе жирующей семьи». Так называется заметка, опубликованная 12 августа 1959 года в газете «Корягский коммунист». Кстати, эта газета выходит до сих пор в Паване, в столице корягского оборота. Только сейчас она называется «Народа власти». Артель Сталин из Алюторского района пишет «Газета «Корягский коммунист». Небольшое рыболовецкое хозяйство, но в колхозе имеется три малых рыболовных сельня. Беспощадный, Бердянск, Быстрый. Сейчас экипажи судов, возглавляемые капитанами товарищем Марышевым, Красюковым и Лузин, ведут активно его жирующие сельни. Между командами развернуто социалистическое соревнование за досочное выполнение обязательств первого года сенья века. Впервые недели промысла, пишет газета «Корягский коммунист», принесли неплохие успехи. Лучшие результаты у рыбаков и спощадного. На их счету 1300 центнеров рыбы. С каждым днем колхозные рыбаки наращивают демпы промысла. 13-й день августа 1917 год газета «Камчатский листок» публикует объявление. Фотография Колмакова сил извещают, что им получены открытки фототипии местных видов. Продаются в магазинах и в фотографии по 12 копеек за штук. День следующий. 14-й день августа 1917 года. Это уже мы знакомимся не с газетными публикациями, а с документом, с протоколом заседания Петропавловского областного комитета. Заслушаны. Первое. Заявление учителя из Камчатской школы с просьбой передать училищу, находящийся в доме бывшего губернатора, граммофон с плосинками. Ввиду неопределенности положения имущества, приобретенного для дома губернатора, вопрос оставить открытым. Пункт четвертый. Заявление начальника медицины Чикотского полуострова Попова с просьбой разрешить ему группировать местных торговцев по тем пунктам, где он найдет это более удобным, чтобы таким образом следить за их деятельностью. Совет решил сообщить Попову, что для группировки торгующих в определенных пунктах нет законных оснований, что практически это не выполнено. Со злоупотреблениями торговцев необходимо бороться, законными средствами. Почему Чикотка спросите вы? Я открою вам этот страшный секрет, потому что знаю, вы ничего не соображаете об административно-территориальном делении существа вашем в Российской империи, в Советском Союзе, и ничего не знаете об административно-территориальном делении нынешней Ресурсной Федерации. До 56-го года прошлого века Чикотка входила в состав Камчатской области. День следующий, 15 августа 1943-го года газета «Камчатская правда» публикует статью секретаря Алиутского райкома ВКП Бегошина «Морские котики». Бегошин пишет основное богатство командор котики. Привал котиков на острове начинается обычно около середины мая. Они массами занимают определенные участки берега, размножаются здесь и осенью снова уходят на юг. Котиковый промысел, пишет секретарь, райком ВКП Бегошина состоит из оцепления от горна и забоя зверя, а также обработки и консервирования шут. Промысел начинается после полного заполнения одежды. Начало отгона и забоя зверя определяется опытной промышленностью. Алиуты имеют богатый опыт организации промысла. За время Отечественной войны они уже третий раз промышляют зверя и всегда перевыполняют план. И завершает свою большую статью секретарь Алиутского райкома ВКП Бегошина следующее основание. В результате фронтовой работы коллектива зверосовхоза страна получает высоко качественную душу камчатское золото. Жители Командорских островов честно выполняют приказ товарища Сталина фронтову. Ту! Трудятся не покладая рук, добываясь высоко вне пушкины нехорошего ее качества. В этом трудящие с Алиутой видят свою помощь Красной Армии в борьбе против немецко-фашистских банков. Опять документ. Обязательное постановление Камчатского областного продовольственного комитета 16 августа 1917 года. Продовольственный комитет установил следующие цены на рыбу по городу Петропавловску на 17-й год. Второе. За одну штуку свежей рыбы красной, кижицы и хайку при розничной продаже не дороже 40 копеек. Второе. За одну штуку горпуши не дороже 10 копеек. За неисполнение всего обязательного постановления виновные подвергаются ответственности по 29-й статье установления о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, в редакции постановления вредного правительства от 17 марта 1917 года. Подписал. Это обязательное постановление председателя продовольственного комитета Проживусской. 16-й день августа 1936 года. Газина Камчатская. Правда. В заминке 70 километров прошли в противогазах. Пишет, что группа работников порта в составе. Грузчика Лоскутова, пожарника Попова, моториста Ликифорова и Гусева под командой кандидатов члены партии товарища Лоскутова. 14-го августа в 9 часов утра. Вышли в селение Хунтер в противогазах. 35-ти километровое расстояние не было покрыто в 7 часов. Если не считать назначительной заменки, происшедшей из Гусевы, переход прошел исключительно хорошо. Никто не снимал противогазы и не жаловался на дугое физическое состояние. Это сугубая глупость. Осуществлять многокилометровые переходы в противогазах. Хотя, собственно говоря, что умного вы могли ожидать от советской эпохи, в которой человек был расходным материалом. Болваны! Слабаки! Педерасы! Правильно в свое время написал Эдмунд Ятковский. И захлопала железная когорта, Люди-винтики, шурупы и болты, Пенсионное говно второго сорта, Ветераны из конвоя в рот. А мы продолжаем наши чтения. 17 августа 1935 года газета «Камчатская правда» сообщила об экспедиции «Наркомзема СССР» в Карякском округе. Начальник экспедиции «Наркомзема СССР по земле и водорустройству Пенжинского и Алютерского районов Карякского округа товарищ Арельской в беседе с нашим сотрудником, пишет газета, поделился итогами трехгодичной работы экспедиции. Основной задачей нашей экспедиции, говорит товарищ Арельской, была проработка с возможно большей массой населения проектов распределения хозяйственных угодий. Проекты были составлены с расчетом для наибольшей возможностей для беспрепятственного развития основных отраслей хозяйственного населения, а также создать предпосылки для разворота второстепенных обраслей, чтобы увеличить товарность хозяйств и обеспечить более высокую культурную, зажимовшую жизнь национального населения. Что вы поняли из этого убогого большевицко-канцелярского слэпля? Наверняка ровным счетом ничего. Впрочем, как я уже говорил, с полным текстом. Всех рассмотренных газетных публикаций вы можете познакомиться на моем канале Яндекс.Дзен по ссылке в описании. 18-й день августа, год 37-й вековинувшего. Газета «Камчатская правда» публикует статью пилота 2-го класса «Жигалова» летать круглые годы. Самолеты, стальные птицы, впервые прибывшие на Камчатку несколько лет тому назад, быстро прижились к местным условиям, которые долгое время считались неблагоприятными для полета. Сейчас уже трудно найти более или менее крупные населенные бухты, где небывали самолеты. Стальные птицы были в бухте ложных вестей, на острове Каравинском, в Каравинской бухте, в Кичике, Усть-Камчатске, Жупаново, Ключах, Козыренске, Верхнекамчатске. Во всех комбинатах, расположенных на берегу Охотского моря, самолеты облетели вдоль и поперек весь Чиконский полуостров. Рокот самолета снахолодул. Самолет встречали и авиауты. Лет десять тому назад, пишет пилот 2-го класса «Жигалово», у берегов Командольских островов хотел опуститься английское летчик, но он в древеске разбился. С тех пор остров, прято у славы, не достигать могут для самолета. В прошлом году мне удалось опровергнуть это и доказать, что Командорские острова вполне могут принимать самолеты. Рад я, что дожил до этого времени. А мы продолжаем читать старые газеты. 19 августа, год 1959, «Камчатская правда» пишет о редком экземпляре до лица. Круто годово. Во время одного из притонений бригада закиднула невода товарища Нуртазина из колхоза «Ударник» Соболевского района поймала необычно крупный экземпляр гольца. Он оказался весом 4,6 кг и длиной 67 см. В то время как обычный средний вес гольца составляет 300-400 г. «Камчатская правда». День следующий, 20-й день августа 1940 года. В газете «Камчатская правда» в заметке баночки без крышек переданы по радио из Микояновска. Микояновска – это нынешняя архиадырская пища. Пароход «Щёрз» разгрузил 25 тысяч ящиков баночек, но крышек оказалось только на 3 тысячи ящиков. Непонятно, как грузили на баночки в авгаре. Дирекция комбината запросила управление треста «Аку» крышки доставить на самолете. Однако погода стоит плохой, и вряд ли самолет скоро приедет. 21-й день августа 1968 года газета «Аллиутская звезда», до сих пор, кстати, выходящая на острове Белинга, публикуется метку «Гай-гай ясно», которую нельзя не прочитать полностью, восхищаясь всей голубой цветистостью ее стиля. С тех пор, как грешник Прометей украл огонь у Бога и отдал его людям, люди изобрели многое, в том числе и электричество, тоже своего рода огонь. И только лишь своенравный командорский ветер пригонит к острову серые облака, и забыв открыть для близира одну-две звезды, над Никольским повисают шелто-белые электрические огни. Поворот рубильника, и село оживает. Исполняющие обязанности начальника электростанции Кутиков рассказывали, штат электрика у нас теперь полный, не хватает лишь моториста. В настоящее время мы ведем подготовку замены силовой линии на зверокухне. Уже провели капитальный ремонт генератора и двигателя на 125 киловатт. 22 августа 1936 года. Нет пощады врагам народа, пишет Камчатская правда. Как только на строительстве судоремонтного завода была получена Камчатская правда сообщением прокуратуры СССР о Трациск-Казиногевском блоке по всем цехам строительства состоялись массовые митинги трудящихся. На митингах трудящиеся выражали в своих выступлениях глубочайшее возмущение деятельностью белоквартийских сообществ. Рабочая электроцеха и механической мастерской, трудящиеся транспортного отдела, монтажники цехов в первой очереди, рабочие жилучастники, рабочее строительство баночной фабрики все объединились в чувстве гнева и возмущения высказанных ими в принятых в резолюции. Эти звери готовили новые террористические акты на наших любимых вождей партии и правительства и в особенности на нашего друга, отца и учителя, любимого всеми трудящимися товарища Сталина. Тьфу! Тьфу! Говорится в решениях трудящихся стройки, но их подлые расчеты оказались биты. Нет и не может быть пощады, не может быть снисхождения для врагов народа, пытающихся отнять у народа его вождение. Иншаллах! Мы требуем от органов революционной законности применения к этим подонкам человечества высшие меры наказания. Вот такую вот любовь к крови картавые большевистские выходки без местечек воспитали в своем советском народе. А мы продолжаем наше чтение. 23 августа 1978 года. Опять газета «Алиутская звезда». Поклониться командору, говорится статья. В минувшую пятницу многие жители Никольского были свидетелями редкого зрелища. В нашу бухту входил парусный корабль. Ну, предположим, небольшую яхту типа «Фолькбот» трудно назвать кораблем. Тем не менее, два горьких белых паруса удостоверяли, что плавательный аппарат движется за счет ветра. «Кто же отважился на столь отважное многомильное путешествие под парусом? И какова цель наехода?» спрашивает газета «Алиутская звезда» и сама же отвечает. В экипаже всего три человека. Капитан В.Виктор Петрович Потапенко, начальник Камчатской базы «Трава-блок-мор». Другие члены. Инженер базы Игорь Юстинович Поляков и корреспондент «Рыбатской газеты» за высокие уловы Александр Протасенко. Я, кстати, скажу несколько слов об упомянутом Викторе Петровиче Потапенко, который впоследствии стал генеральным директором объединения МЧР «Рыбров». Как-то не задал бы до своей смерти Виктор Петрович рассказал совершенно замечательную историю о том, как в 1951 году он, 19-летний, на «Вильботе», оснащенном односильным американским мотором, выпущенном в 20-е годы, на «Вильботе», на этом самом с односильным мотором, прошел от поланы, спустился через мыслопатку и пришел в Петропавловск в одиночку. Продолжаем наше чтение. 24 августа 1950 года газета «Известия» сообщает о восхождении на Овочинскую сонку. 16 августа сего года, пишет газета, инспектор училища Новограммена, инженер Магаринской и чех-экономист Турбанчик совершили восхождение на кратер Овочинской сонке в высотанную уровню моря 8730 метров. Это уже второе в этом году восхождение, пишет газета «Известия». Первое восхождение сделали члены шведской наручной экспедиции Эй-Пьерси Хольтены 4 августа сего года. Новодрабленов и его спутники поднимались на вулкан с пяти часов утра до двух часов дня, то здесь девять часов. Это точно. На вершине вулкана они пробыли два часа. Назад спускались к палаткам подножия в течение четырех часов. Когда они поднимались наверх, внизу шел дождик, вверху падал снег, которого выпадал полтора сантиметра. Подъем был совершен в самом неприступном месте с головокружительной грудиной. Зелющими пропастями обрывами долго поднимались по льду. Наверху дудорецкий ветер, на солнце термометр в Цельсия показывал один градус тепла. Кратер в два. Новый после извержения 1909 года и прежний. Очевидное извержение 1894 года. День следующий, 25-й день августа. Газета «Корейбовский коммунист» 1984 год. Газета сообщает, что в сельском доме культуры села военполка состоялся вечер портрет. Он был посвящен ветерану труда, киномеханику Ивану Иовичу Кокаулину, отдавшему делу пропаганды советского киноискусства 36 лет. Его трудовая биография началась в 15 лет, пишет газета в районной киносихи. Вот уже 20 лет он обслуживает военную мать. День следующий, 26 августа 1972 год. Газета «Морек Камчатки» публикует стихотворение второго помощника капитана танки Родичи Щипакина. Мы граждане своей страны и наша жизнь большая ценность, когда для Родины она, когда вся день посвящена. Ты можешь быть моряк, солдат или рабочий, врач, ученый, трудно благороден твой свят, коль он отчизне посвященный. Мы граждане своей страны, для нас дела отчизны святой, великой Родины сыны, великой партии солдат. Вон такие у нас были на Камчатке советские поэты. Судьба его наказала. 27 августа 37 года. Камчатская правда пишет, что горячие ключи близ села на Чике пользуются большой популярностью среди трудящихся города и колхозников окрестных сел. Сомнений в том, что эти ключи обладают целебными свойствами нет никаких. Это обстоятельство создают постоянный приток купальщиков. Для купающихся пишет газета «Устроена деревянная ванна, по специальным струбам подведена горячая и холодная вода. Людей в ванне за день бывает много. Среди них есть и здоровые, есть и больные, но все они моются в одной и той же ванне, даже не продовая ее». 28 августа 1919 года газета «Камчатская Весник» публикует объявление. Контора уполномоченного министра снабжения и продовольствия в Камчатской области просит трудовые артели отдельных лиц. «Занимаешься приготовлением балыков и юковы, сдавать таковые в Петропавловскую продовольственную лавку. Этим вы дадите возможность населению покупать приготовляемый вами продукт по доступной цене и не переплачивать за него несколько раз дороже». Объявление подписали временно исполняющие обязанности уполномоченного Кодылева изобиливающие отделом Санинской. 29-й день августа 1938 года. Камчатская правда призывает завершить строительство лет лечебницы Милькова. Строительство ветеринарной лечебницы в Мильковском районе Мишель-Газина ведется с 1934 года, до сих пор не закончено. Здание стоит без коржей. Для полного окончания строительства нужны гвозди, железо, стекло, печные приборы, кирпич. Все эти материалы могли быть давно в районе. Если бы своевременно была дана заявка, 9000 штук кирпича может быть изготовлено на месте. Необходимо принять срочные меры и не допустить затяжки строительства до 1000 тысяч на год. Нужно 50 тысяч рублей для полного окончания всех работ. 16300 рублей должен дать обру здравую, так как эта сумма не застегнула ни на ветвей к лицу из расхода на строительство детских слеев и никола. 31 августа 1941 года. Камчатская правда. Рега до товарища не устроила хорошо проводит сбор ягод для Камчат города. План сбора жимовости уже значительный перепутал. Заготовленная продукция засахарена, но отстает было с ее города. Надо этот недостаток устранить, пишет автор заметки Шахматов Ксавин. Эта заметка передана по телефону из Николаевки. Наконец-то вы узнали правду. 31 августа, последний день лета 1969 год. Казета за высокие уголы, впоследствии ставшая рыбаком Камчатки. В заметке Фадеева, называющаяся в пухте Беринга, сообщает, что уже в ледно вытянет на плавбазе советская Камчатка. Не успела от борта отшвартоваться плавбаза Чукотка, ее место заняла 50 лет октября. У дорогого борта стоят космос и раздол. 26 августа экипаж советской Камчатки обслужил правоверы Каши, Гочек, Кавачик, Клинчук и другие СРТ. Однако очередь не убывали бочка и соль. Промысловое снаряжение так необходимо сейчас на Сельдиной Путине. К услугам рыбаков и магазины плавбаз, пополнившиеся товары. Закончен сегодняшний большой выпуск рубрики Камчатка день за днем. В ней было рассказано о том, что происходило на полуострове с 6 августа до конца последнего летнего месяца. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать, что творилось на нашем полуострове в разные годы веками Пушина, пишите комментарии. Если вы здесь впервые, то выполните рекомендации по этой подсказке в правом международной экрана для того, чтобы не пропустить новые информации на канале. До свидания.